Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Беседки в форме чумов и собственный пирс. В Когалыме строят новую зону отдыха, этнодеревню. Первого и класса не будет, а вот первый я уже набран. В сургутской школе сформировали 30 первых классов. Батарейки, лего и шурупы. Маленькие югорчане глотают предметы. Чем это может быть опасно? И обо всем подробнее прямо сейчас. Площадь лесных пожаров в Югре растет. Сейчас объята огнем почти 7 тысяч гектаров. Это 32 термоточки. Снова горит заповедник Малая Сосьва. Сейчас пожары тушат 444 человека. Им на помощь спешит лесной спецназ из других регионов страны. Бок о бок с югорчанами работают сотрудники авиабазы Свердловской области. В ближайшее время прибудут специалисты из Хакасии и Красноярского края. Добавлю, на пожарах задействовано 10 единиц наземной техники, а также 12 самолетов и 7 вертолетов. Специалисты уверяют, что большинство возгораний носят природный характер. Сохие грозы тому виной. При работе вертолетов с водоследными устройствами на кромку доставлено 193 тонны воды. Обработано 4,1 километра кромки. За прошедшие сутки ликвидировано возгорание вблизи населенного пункта Сергина на расстоянии 1 километра. Причиной возгорания человеческий фактор. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящий момент нет. Силы и средства МЧС России переведены на усиленный вариант несения службы. На территории города Нягань и Октябрьского района работает оперативная группа главного управления МЧС в составе трех человек с применением беспилотного летательного аппарата. 566 новых случаев коронавирусной инфекции. В Югре за последние сутки выросло число заболевших. 200 таких пациентов проживают в Сургуте, больше сотни заразившихся в Ханты-Мансийске. Третий в этом антирейтинге Нижневартовск. Здесь 59 человек. Лучше всего обстановка в Мегионе, один новый случай заболевания. На момент выявления практически у всех пациентов наблюдались признаки ОРВИ. У трех обнаружена пневмония, четверо болеют бессимптомно. На фоне роста случаев коронавируса медики Югры усиливают работу по вакцинации. Например, в Покачах действует выездная бригада. Врачи посещают городские предприятия и культурные учреждения. Одно из таких – школы искусств. По словам коллектива, никто не хочет болеть перед началом нового учебного года. К слову, практика выездной вакцинации работает в Покачах уже несколько лет. Сначала прививки делали от гриппа, теперь от коронавируса. Технически для нас это не представляет никакой сложности. Мы в таком режиме уже работаем несколько лет. Причем до COVID-19 мы такую же вакцинацию проводили и от гриппа. Поэтому задача для нас не новая, организация тоже не новая. Мы к таким видам работ уже давно привыкли и давно работаем в таком ритме. Это, конечно же, очень удобно для наших сотрудников, потому что не нужно отрываться от работы, не нужно стоять в очередях, не нужно контактировать с больными. То есть минимизированы все риски заражения. И хотелось бы, конечно, большое спасибо сказать городской больнице. Проблем никаких у нас не возникает. Все по звоночку, договариваемся, в какой день, на какое время приезжают сотрудники и вакцинируют. Батарейкам в желудке не место. Зарядиться энергией попытался 10-месячный ребенок. В детскую окружную больницу Нижневартовска малыша привезли родители. С помощью рентгена в пищеводе обнаружили предметы округлой формы. Специальными щипцами врач удалил две батарейки. Они находились в организме недолго, поэтому не успели нанести серьезный вред. Сейчас малыш восстанавливается в отделении хирургии. За прошедшее лето практически каждую неделю в учреждение поступало по два ребенка с инородными предметами в пищеводе, желудке, кишечнике или бронхах. Только за неполный август специалисты приняли 8 детей. Чаще всего они глотали монеты, шурупы, булавки, детали конструктора и колпачки от ручек. Но самое опасное в этом списке батарейки. Их содержимое вступает в контакт со слизистой и начинается химическая реакция, которая может привести к глубоким язвам. Впервые в истории округа в Югре откроют первый Я-класс. Он появится в Сургутской школе номер 9. Это новостройка, которая в сентябре заработает на полную мощность. В учреждении три корпуса здесь сформировали 30 первых классов. Хоть букв в русском алфавите 33 использовали для маркировки не все. Так, например, не будет первого И-класса. Также в черный список попали и краткое, Ё, твердые и мягкие знаки. Руководство школы думает исключить и первый Щ-класс из-за неудобства в произношении. Недостающие буквы заменят дублерами. Например, будет первый А и А1, Б и Б1. 30 групп первоклассников. Это абсолютный рекорд в Югре. В Сургуте даже составили рейтинг по количеству созданных первых классов. На втором месте лицей Хисматулина. Здесь сформировали 17 групп. На третьем школа Перспектива. Там их 12. А всего в городе успели собрать 262 первых класса. И это еще не предел. В учебных учреждениях продолжают принимать заявления на зачисление от семей, которые недавно переехали в Сургут. Статистика такая цифра, которая меняется ежедневно. Поэтому, конечно, сегодня говорить мы планируем 6700 первоклассников. Но это еще не предел. Потому что каждый день практически подаются заявления. Очень много приезжает к нам из разных городов, из разных республик. Всегда говорю о том, что город Сургут является привлекательным городом Хантамансийского автономного округа. Всем школьникам, новичкам при этом обеспечат одинаковые условия. В частности, занятия в первую смену. Образовательные учреждения на 100% готовы к учебному году. За лето везде успели провести ремонт, доукомплектовать штат педагогов и обновить оборудование. В одной из школ Сургута появится 3D-лаборатория. С помощью специальных очков дети смогут изучать, например, строение человеческого тела. Выпускники сургутских школ чаще всех поступают в ведущие вузы страны. Об этом говорит рейтинг. Его составило агентство РАЭКС. В топ-10 по успешности выпускников вошли учебные заведения пяти городов округа. На первом месте Ханты-Мансийск и его физико-математический лицей. На втором месте сургутяне гимназия-лаборатория Салахова. На третьем месте Нижневартовский лицей. Отмечу, что в десятке лучших по количеству доминируют сургутские школы. Их тут 5 из 10. Замыкает рейтинг лицей Югорска и гимназия Урая. Добавлю оценку. Агентство составило по результатам приемных компаний вузов 2020 и 2021 годов. 175 школьных наборов отправили сегодня из Ханты-Мансийска на Донбасс. Помощь собрали в рамках партийного проекта «Единая Россия. Собери ребенка в школу». В набор входит рюкзак, канцелярия и другие необходимые в учебе вещи. Помимо школьных наборов в ДНР и ЛНР отправилась большая партия книг. В общей сложности 11 тысяч. Это художественная, научная и учебная литература. Отмечу, что все это собрали жители Югры. Книги пополнят фонды библиотек Донбасса. На освобожденных территориях практически нет книг на русском языке. Поэтому это очень актуальная тема. Мы отправляем книги уже второй раз. Первый раз мы отправляли 9 тысяч книг. Поэтому вся необходимая помощь и в дальнейшем будет продолжаться. «Единая Россия» всегда готова нуждающимся поставить свое плечо. Россия и Югра своих не бросает. В Югре на няню теперь можно тратить материнский капитал. Как сообщает издание «Местное время», пенсионный фонд уже начал принимать такие заявления. От капитала можно тратить на оплату частного детского сада, школу или услуги няни. Раньше это разрешалось лишь для оплаты услуг юридических организаций. Теперь распространяется и на физические лица, если у них есть статус ИП с лицензией на образовательную деятельность. Оплата услуг предпринимателей практически не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом на обучение или уход. Родителям нужно предоставить в пенсионный фонд два документа. Непосредственно само заявление и заключенный СП договор на оказание услуг с расчетом стоимости услуги. В Югре полицейские задержали мужчину, который устроил нарколабораторию у бабушки на даче в поселке Высокий. Злоумышленник собирался уехать в Тюмень. При себе у него было четыре пакета с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это мифедрон весом 400 граммов. Мужчина рассказал, что нашел рецепт в интернете и купил все ингредиенты. А когда его бабушка уехала с дачи, принялся за производство. Полицейские возбудили уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. Пояснил, что не собирался продавать наркотик, а изготавливал его для собственного использования. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в полмиллиона рублей. Подъезд повышенной пожароопасности. Есть такой в Покачах. В одном и том же доме постоянно горит имущество. Жильцы многоквартирника подозревают, что кто-то хулиганит намеренно. Последний инцидент случился на улице возле подъезда. Дорогую коляску оставили буквально на полчаса. За это время кто-то поджег короб детского транспорта. Жильцы с первого этажа почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Впрочем, принюхиваться к дыму стало уже привычкой у жильцов дома. Здесь постоянно что-то горит. Доказывают эти слова закопченные стены подъезда. Покачевцы собираются ставить камеры видеонаблюдения, чтобы выявить серийного поджигателя. Первая сгорела моя коляска. С первого этажа ее подняли на вторую и кто-то сжег. А вторая это был велосипед. Сожгли мои соседки в моем коридоре. И вот сегодня мы на первом этаже живем. И сегодня вот сгорела коляска еще одна, но возле подъезда уже. Причины возгорания бывают разные. То есть это может быть и детская шалость, это может быть умышленные действия лица. Поэтому рекомендуется оставлять, хранить этот инвентарь у себя дома, так как нет никакой гарантии в случае хранения велосипедовых колясок в подъездах, на лестничных клетках, а также и на улице, не гарантируют безопасность и сохранность этого имущества. В Нижневартовске автобус врезался в легковушку. По предварительной информации водитель пассажирского транспорта не выбрал безопасную дистанцию. В результате женщина за рулем, 11-летний пассажир и легковушки получили травмы. Всего за сутки в Югре произошло две дорожные аварии, три человека пострадали, в том числе двое детей. Кроме того, на окружных магистралях полицейские задержали семь пьяных водителей. Трое отказались проходить медосвидетельствование. Один югорчанин сел за руль под шофе не первый раз. Еще 55 водителей получили штраф за выезд на полосу встречного движения. 60 человек нарушили правила перевозки детей. Какие еще новости югорчане обсуждают в интернете в нашей постоянной рубрике. Должность стоматолога-ортопеда в Сургуте возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Его составили эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Представителю медицинской сферы предлагается зарплата от 400 до 700 тысяч рублей. Кроме внушительного жалования потенциальному сотруднику, работодатель готов обеспечить хорошую квартиру на первый месяц и оплатить авиаперелет. Вторую строчку рейтинга заняла вакансия начальника управления капитального строительства с зарплатой от 295,5 тысяч до вычета налогов. На третьем месте предложение для бурильщика с жалованием от 256 тысяч рублей до вычета налогов. Отмечу, средняя зарплата вакансий в Югре составляет более 59 тысяч рублей. В Югре услугами сервиса учеба онлайн воспользовались больше 350 человек. Бесплатная дистанционная площадка создана для россиян с высшим или средним профессиональным образованием. На онлайн-платформе можно повысить свои IT-компетенции, а также стать участником федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Для этого нужно освоить курсы по одному из трех направлений – основу цифровой грамотности, обработка персональных данных или основу цифровой трансформации. Также пользователям доступны несколько отраслевых программ, таких как переговоры, деловые коммуникации, менеджмент и маркетинг. Отмечу, выпускники получают электронные удостоверения о повышении квалификации. В Нижневартовске пенсионеров приглашают на курсы университета третьего возраста. С 2011 года для пожилых людей проводятся занятия по цифровой и финансовой грамотности, по правовым знаниям и ОБЖ. По каждому направлению предусмотрено не более 20 мест. Занятия включают в себя не только лекции, но и экскурсии, тренинги, практикумы. Новый культурный сезон в Югре открывает Московский музыкальный театр «Геликон-Опера». Сегодня в Ханты-Мансийске покажут Евгения Онегина. Об этом говорили на пресс-конференции в РИЦ-Югра. Театр «Геликон-Опера» в наш округ приехал в четвертый раз. В этом году театралы побывают в трех городах – Ханты-Мансийске, Сургуте и Югорске. Округ стал точкой на карте федерального проекта «Большие гастроли». «Геликон-Опера» привезла два спектакля – Олега Сергея Рахманинова и легендарную оперу Евгения Онегин Петра Чайковского. Кстати, солировать в обоих постановках будет уроженец Югры Алексей Исаев. Что можно было привести к Евгению Онегина? Этот спектакль является восстановлением постановки Кослеина Сергеевича Станиславского 1922 года, бережно сделанной Дмитрием Александровичем Бертманом. По архивам, по фотографиям. То есть это была проведена целая гигантская работа. Чувство радости. Я все-таки на родине. Дома всегда приятно выступать. Ну, во-первых, мы посетим все мои исторические такие места, потому что в Сургуте я вырос, в Ханты-Мансийске я учился. И давненько я уже тут не был, по ряду разных причин. И гастроли, и выступления в большом количестве. Поэтому, конечно, я безмерно счастлив, что сегодня я уже здесь. Жители и гости Коголыма совсем скоро смогут оценить новую зону отдыха. Вблизи города строят этнодеревню. Этот проект одержал победу в рейтинговом голосовании, который проводили в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сейчас завершается первый этап строительства. Как изменились территории и что из себя будет представлять этнодеревня. Когда ее достроят, подробнее в нашем сюжете. Совсем скоро в этих чумах можно будет пожарить шашлык или овощи на гриле. Здесь помимо лавочек есть даже вытяжка. Вот такой современный гриль-парк. Это только часть большого проекта этнодеревня. Она находится рядом с Коголымской лодочной станцией. Сейчас мастера проводят берегоукрепление реки Ингу-Ягун. Главной изюминкой этнодеревни станет пирс. По словам подрядчика, его доставят к концу следующей недели прямо с завода-изготовителя. Отсюда по реке можно будет сплавляться до городской набережной. Место, я считаю, для этих целей подобрано идеально. Здесь очень хорошее расположение на берегу реки. Единственное, что есть вопрос логистики. В принципе, не так далеко от города, пока дорога не сделана. Но я думаю, в будущем, в ближайшем, она будет обустроена. И людям здесь будет комфортно находиться. Ну и плюс очень много всяких любопытных жителей, которые хотят обязательно сюда заглянуть, где-то что-то отковырять, посмотреть. Необычная деревня в Коголыме – это продолжение проекта «Югорский очаг». Здесь все будет выполнено в таком же стиле, как и на городской набережной. Дорожки из гравия уже опоясывают территорию. Они соединяют между собой 10 беседок для барбекю. Все верно. Именно для этого данная территория на данный момент благоустраивается, чтобы люди могли с комфортным провести время. Между собой набережная, этнодеревня, они перекликаются, поскольку они относятся к одному концептуальному объекту – это «Югорский очаг». Это тот самый пример, как мнение большинства, может повлиять на развитие городской инфраструктуры. Проект «Этнодеревня» победил в рейтинговом голосовании. В перспективе для предпринимателей есть возможность устройства административных зданий, бань, также упряжек оленей для прогулки и для развлечения детей и взрослых. Также это место может стать значимым в плане проведения его. В следующем году здесь появятся лавочки, урны, аллея, зона променад, тротуарные дорожки двух видов. Их оборудуют на разной высоте. А в будущем здесь создадут и зону активного отдыха. Например, здесь можно будет кататься на лыжах. Анна Шуркевич, радиокомпания «Югра» при поддержке телекомпании «Инфосервис». Житель Урая помог ястребу. Птицу гоняли собак, и местный житель не смог пройти мимо и спас пернатого хищника. Раненый ястреб попал к волонтеру, сейчас живет в просторной клетке. Птицу планируют отправить в реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. Там с пернатыми работают специалисты-орнитологи. Они лечат и выхаживают птицы, а потом выпускают на волю. Так недавно обрела новый дом в уральских лесах. Дикая неясыть, спасенная в Урае. Чувствует он себя прекрасно. На больного он совсем не похож. Я бы сказала, что он даже немножко симулирует. Питается он до сегодняшнего дня. Он питался домашней едой, домашним мясом. Мы его кормили и курицей, и печенью. Кушает аппетит у него очень хороший. Если люди находят дикую птицу, соответственно, желательно ее посадить в коробку. Не большую, а такую средних размеров по птичке. Чтоб она не побила себе крылья. Это первое. Второе, связаться с волонтером. Обговорить все вот эти нюансы. Где нашли, как нашли и что с ним. Либо передать волонтеру, либо самому создать условия для птицы. Дальше это идет уже организация анализов и дальнейшая передача птицы к реабилитологам. Не бросай меня на дачу. Именно такое название придумали за защитной акцией. Она с 1 июля проходит в Югре. Все для того, чтобы напомнить жителям об ответственном обращении с животными. Ведь нередко, когда наигравшись с собаками, их просто забывают на дачах. Поэтому в Нижневартовске сотрудники департамента ЖКХ и Ветцентра отправились именно туда. Садоводческие товарищества, чтобы не только поговорить, но и чипировать и вакцинировать питомцев. Регина Гауф и продолжит. Уже на подступах к дачным массивам нас встретил первый хвостатый друг. Бездомный, но уже прошедший через службу отлова с яркой биркой на ухе. Она и служит указателем на то, что животное уличное. Так как при чипировании домашних животных такие бирки не нужны. Только сам чип. Чипировать, вакцинировать и регистрировать собак, приписав их к хозяину, а также провести беседу. Вот задача этой поездки. Первый источник которой стал дом Магисуна Магропова. У него сейчас живут 11 собак, 4 из которых сегодня и стали пациентами ветеринара. Бирюшка безболезненная, чуть-чуть больновато. Остальные собаки Магисуна уже прошли через эти процедуры, как и многие другие. Уже 16 лет мужчина помогает животным. Подбирает брошенных и оставленных на дачах псов. Еду для собак берет в детском саду. Ту, что не съели малыши. Выходные готовит сам. Уходит на прокорм его хвостатой стаи порядка 30-40 литров еды. У меня максимально 38 собак доходило. 38 собак было. Джек, Султан, Пича. Это все бродячие собаки были раньше. Потом девушка одна умерла, тоже осталась у нее. Рыжуля. Ну, в общем, эти все бродячие собаки. Они были когда-то у них хозяева. Бросили, уехали. Этот двухмесячный щенок – тот самый пример, как собак заводят на лето. На время, когда дача еще актуальна. А с первыми заморозками или похолоданием оставляют их здесь же не жить, а просто выживать. Но этому малышу повезло встретиться с Магисуном. И теперь он не только сыт, но и привит и чипирован. Хотя сама процедура щенку, которого новый хозяин назвал мальчик, не очень-то и понравилась. 1 июля по 30 сентября в Фантастическом округе проходит защитная акция «Не бросай меня на дачу». В рамках этой акции ветеринарные специалисты бюджетного учреждения «Ветеринарный центр» проводят мероприятие «Доктор спешит на дачу». В рамках этого мероприятия ветеринарные специалисты бесплатно прививают животного, регистрируют и чипируют. Данное мероприятие абсолютно бесплатно, так как регистрация животного в ветеринарных клиниках стоит порядка 600 рублей. Для чего проводится? Чтобы по окончанию дачного сезона не было брошенных собак, чтобы была возможность как-то определить, чье это животное. И, соответственно, с этой целью данная акция и проводится. Ну и в целях еще популяризации, чтобы все-таки вакцинировали своих животных и более ответственно к ним относились. С помощью специального сканера можно узнать данные, вшитые в чип животного. И таким образом обнаружить информацию и о самой собаке, и о ее хозяевах. Всего за время акции ветеринары и специалисты успели посетить уже 19 сонтов и дачных товариществ. Вакцинировали более 30 животных, чипировали чуть более 15. На это, к сожалению, соглашаются не все хозяева. Между тем, Магисун Магропов за 16 лет помощи брошенным псам уверен, что дело это полезное. А еще у него есть четкий ответ, что бы он сказал тем, кто оставляет своих четвероногих, наигравшись на улице. Просто надо этим людям поставить себя на их место. Пусть они поставят, хоть на один день. Посмотрят, ездят на помойку, на мусорку, как они живут все собаки. И все. Регина Гауф и Евгений Лоскутников. Телерадио компания «Югра», Нижневартовск. Егорский биатлонист Алексей Вагин завоевал бронзовую медаль на первом этапе Кубка Содружества. Соревнования по летнему биатлону сейчас проходят в Сочи. Накануне спортсмены бежали спринтерские гонки. Первыми на старт вышли мужчины. Быстрее и точнее всех на дистанции был Антон Бабиков. Он преодолел 10 километров с двумя чистыми огневыми рубежами за 23 минуты и 44 секунды. Дарт Латыпов также отстрелял на ноль, но догнать земляка не смог, отстав на 29 секунд. Третье время показал югорчанин Алексей Вагин. Он допустил один промах на первом рубеже, но смог показать хороший ход и оказался в призах. В женском спринте югорчанки до медали не добрались. Лучший результат у Екатерины Носковой, она седьмая. Завтра биатлонисты выйдут на старт гонки преследования. Сборная Югры по водному полу потерпела первое поражение на спартакиаде сильнейших. Обидчиком стала команда из Москвы. Накануне ватерпольные дружины встретились в полуфинале. Команды показали равную игру, но успех улыбнулся москвичкам. Решающим вышел второй период. Там-то хозяйки воды и ушли в отрыв. Эта восьмиминутка завершилась со счетом 3-1 в пользу соперниц. Остальные игровые отрезки закончились с одинаковым результатом 2-2. Итоговый счет 9-7. Сборная Москвы выходит в финал турнира. Югорчанки сыграют за бронзу. Решающие поединки пройдут сегодня. Отметим, что за сборную Москвы играет экс-вратарь ватерпольной команды Югра Светлана Степахина. В матче за третье место подопечные Владимира Федорина встретятся со сборной Нижегородской области. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok